Глава седьмая После сих происшествий в царствование Артаксеркса царя Персидского Ездра сын Сираии, сын Азарии, сын Хелкии, сын Шалума, сын Садока, сын Ахитува, сын Амарии, сын Азарии, сын Марайофа, сын Захарии, сын Узия, сын Буккия, сын Авишуя, сын Финиеса, сын Елиазара, сын Аарона, первосвященника, сей Ездра вышел из Вавилона. Он был книжник, сведущий в законе Моисеевом, который дал Господь Бог Израилев, и дал ему царь все по желанию его, так как рука Господа Бога его была над ним. С ним пошли в Иерусалим и некоторые из сынов Израилевых, и из священников и левитов, и певцов, и привратников, и нефинеев в седьмой год царя Артаксеркса. И пришел он в Иерусалим в пятый месяц, в седьмой же год царя, ибо в первый день первого месяца было начало выхода из Вавилона, и в первый день пятого месяца он пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога его была над ним. Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде. И вот содержание письма, которое дал царь Артаксеркс Ездре священнику-книжнику, учившему словам заповедей Господа и законов его в Израиле. Артаксеркс, царь царей, Ездре священнику, учителю закона Бога Небесного, совершенному и прочим. От меня дано повеление, чтобы в царстве моем всякий из народа Израилева и священников его и левитов, желающий идти в Иерусалим, шел с тобою, так как ты посылаешься от царя, и семи советников его, чтобы обозреть Иудею и Иерусалим по закону Бога твоего, находящемуся в руке твоей, и чтобы доставить серебро и золото, которое царь и советники его пожертвовали Богу Израилеву, которого жилище в Иерусалиме. И все серебро и золото, которое ты соберешь во всей области Вавилонской, вместе с доброхотными даяниями от народа и священников, которые пожертвуют они для дома Бога своего, что в Иерусалиме. Поэтому немедленно купи на эти деньги валов, овнов, агнцев и хлебных приношений к ним и возлияний для них, и принеси их на жертвенник дома Бога вашего в Иерусалиме. И что тебе и братьям твоим заблагорассудится сделать из остального серебра и золота, то по воле Бога вашего делайте. И сосуды, которые даны тебе для службы в доме Бога твоего, поставь пред Богом Иерусалимским. И прочее потребное для дома Бога твоего, что ты признаешь нужным, давай из дома царских сокровищ. И от меня, царя Артаксеркса, дается повеление всем сокровищохранителям, которые зарекуют. Все, чего потребует у вас ездросвященник, учитель закона Бога Небесного, немедленно, давайте. Серебра до ста талантов, и пшеницы до ста коров, и вина до ста батов, и до ста же батов масла, а соли без обозначения количества. Все, что повелено Богом Небесным, должно делаться с отчанием для дома Бога Небесного, дабы не было гнева Его на царство царя и сыновей Его. И даем вам знать, чтобы ни на кого из священников или левитов, певцов-привратников, ни финеев и служащих при этом доме Божием не налагать ни подати, ни налога, ни пошлины. Ты же, ездра, по премудрости Бога твоего, которое в руке твоей поставь правителей и судей, чтобы они судили весь народ за рекою, всех знающих законы Бога твоего, а кто не знает, тех учите. Кто же не будет исполнять закон Бога твоего и закон царя, над тем немедленно пусть производят суд, на смерть ли, или на изгнание, или на денежную пеню, или на заключение в темницу. Благословен Господь Бог, отцов наших, вложивший в сердце царя, украсть дом Господень, который в Иерусалиме, и склонивший на меня милость царя и советников Его и всех могущественных князей царя, и я ободрился, ибо рука Господа Бога моего была надо мною, и собрал я глав Израиля, чтобы они пошли со мною. Глава восьмая И вот главы поколений и родословия тех, которые вышли со мною из Вавилона в царствование царя Артаксеркса. Из сыновей Финиеса Герсон, из сыновей Ифомара Даниил, из сыновей Давида Хатуш, из сыновей Шихании, из сыновей Пороша Захария, и с ним по списку родословному сто пятьдесят человек мужеского пола. Из сыновей Пахаф Моаба, Ельега Иннай, сын Зирахии, с ним двести человек мужеского пола. Из сыновей Шихания, сын Яхазиила, с ним триста человек мужеского пола. Из сыновей Адина, Евет, сын Иоаннафана, а с ним пятьдесят человек мужеского пола. Из сыновей Елама и Шайия, сын Афалии, с ним семьдесят человек мужеского пола. Из сыновей Сафатии, Зевадия, сын Михаилов, и с ним восемьдесят человек мужеского пола. и сыновей Иоава, Авадия, сын Иехиелов, с ним двести восемнадцать человек мужского пола, и сыновей Шеламиф, сын Иосифии, с ним сто шестьдесят человек мужского пола, и сыновей Бивая, Захария, сын Бивая, и с ним двадцать восемь человек мужеского пола, из сыновей Азгада и Аханан, сын Гакатана, и с ним сто десять человек мужеского пола, из сыновей Аданикама последние, и вот имена их, и Лефилет, и Иил, и Шимаия, и с ними шестьдесят человек мужеского пола, из сыновей Бигвая, Уфай, и Забуд, и с ними семьдесят человек мужеского пола. Я собрал их у реки, втекающей в Агаву, и мы простояли там три дня, и когда я осмотрел народ и священников, то и сынов Левия никого там не нашел. И послал я позвать Елизера, Ариела, Шимаю, и Элнафана, и Иарива, и Элнафана, и Нафана, и Захарию, и Мишулама главных, и Иоярива, и Элнафана ученых. И дал им поручение к Идда, главному в местности Касифье, и вложил им в уста, что говорить Кида и братьям его, Нефинеям в местности Касифье, чтобы они привели к нам служителей для дома Бога нашего. И привели они к нам, так как благодеяющая рука Бога нашего была над нами, человека умного из сыновей Махлия, сына Левиена, сына Израилева, именно Шеревию, и сыновей его и братьев его восемнадцать человек. И Хашавию, и с ним Иешаию, и сыновей Мирариных, братьев его и сыновей их двадцать. Из Нефинеев, которых дал Давид и князья его на прислугу Левитам, двести двадцать Нефинеев, все они названы поименно. И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицом Бога нашего, просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших, и для всего имущества нашего, так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для охранения нашего от врага на пути, ибо мы, говоря с царем, сказали, рука Бога нашего для всех прибегающих к Нему есть благодеющая, а на всех оставляющих Его могущество Его и гнев Его. И так мы постились и просили Бога нашего о семне. И Он услышал нас. И Я отделил из начальствующих над священниками двенадцать человек — Шеревию, Хашавию и с ними десять из братьев их, и отдал им весом серебро и золото и сосуды, все пожертвованное для дома Бога нашего, что пожертвовали царь и советники Его, и князья Его, и все израильтяне там находившиеся. И отдал на руки им весом серебра шестьсот пятьдесят талантов и серебряных сосудов на сто талантов, золото сто талантов и чаш золотых двадцать в тысячу драхм и два сосуда из лучшей блестящей меди, ценимой как золото. И сказал Я им, Вы святыня Господу, и сосуды святыни, и серебро, и золото — доброхотное даяние Господу Богу отцов ваших. Будьте же бдительны и сберегите это, доколе весом не сдадите начальствующим над священниками и левитами и главам поколений израилевых в Иерусалиме в хранилище при доме Господнем. И приняли священники и левиты взвешенное серебро и золото и сосуды, чтоб отнести в Иерусалим в дом Бога нашего. И отправились мы от реки Агавы в двенадцатый день первого месяца, чтобы идти в Иерусалим, и рука Бога нашего была над нами, и спасала нас от руки врага и от подстерегающих нас на пути. И пришли мы в Иерусалим и пробыли там три дня. В четвертый день мы сдали весом серебро и золото и сосуды в дом Бога нашего на руки Меремофу, сыну Урии, священнику, и с ним Илеазару, сыну Финиесову, и с ними и Азаваду, сыну Иисусову, и Наодии, сыну Винуя, левитам, все счетом и весом. И все взвешенное записано в то же время. Пришедшие из плена переселенцы принесли во всесожжение Богу Израилеву двенадцать тельцов из всего Израиля, девяносто шесть овнов, семьдесят семь агнцев и двенадцать козлов в жертву за грех, все это во всесожжение Господу. И отдали царские повеления царским сатрапам и заречным областеначальникам, и они почтили народ и дом Божий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова